МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощь в трудную минуту волонтёры, помогавшие восстанавливать разрушенный в Мариуполе микрорайон, вернулись в Запорожье. Кровь спасает жизнь. Более 400 работников металлургического комбината «Запорожсталь» приняли участие в традиционном Дне Донора. Таланты твоих комбинат. Мастер обжимного цеха Андрей Бондаренко создаёт уникальные фотографии. В конце января эти кадры облетели весь мир. Снаряды «Градар» рвутся на улицах, попадают в жилые дома Мариупольского района Восточный. 31 погибший, более 100 раненых. Разрушенные и повреждённые дома, школы и детские сады. И просто огромное количество выбитых стёкол. Местные жители вспоминают, в первые часы после трагедии земля под ногами просто скрипела. И общее для всех ощущение растерянности и страха. Целый день тут и плакали, и бегали, не знают, что делать. Я как раз в этом месте был, тут упал на пол. Ну что-то так не здоровилось. Я прилёг, и в этот момент взрыв. И вот это меня стеклом засыпало. Я в этой комнате был. Всё это на меня полетело. И камни, и стекло. Помощь пострадавшему городу стала поступать практически сразу. Медикаменты, стройматериалы, тёплые вещи и продукты. Всё, в чём остро нуждались жители Мариуполя. К этому марафону помощи подключились и запорожцы. Среди первых на людскую беду откликнулись представители крупных металлургических предприятий. 29 января запорожсталевцы отправили в город два десятитонных камаза со стеклом, полиэтиленовой плёнкой, рубероидом, биполем и профнастилом. А 3 февраля ещё 1200 квадратных метров стекла. И самое главное – рабочие руки. 17 волонтёров выехали в Мариуполь, чтобы на месте раздать гуманитарную помощь, вставить выбитые взрывной волной стёкла. Сейчас они уже вернулись в Запорожье. Светлана Дымков вспоминает, было тяжело и страшно, но руки не опускались. Очень было тяжёлое впечатление о том, что мы увидели. На душе было очень тяжело смотреть на эти руины и развалины. Тем более, когда я ходила по частному сектору, если квартира тоже зияли вот этими пролётами, которых нету, ни подъезда, ни окон, страшно вообще. Среди добровольцев был и Евгений Максак. Первое, что бросилось в глаза – масштаб разрушений. Картина очень ужасающая. Для меня это было большим потрясением. Но желание помочь людям в сложившейся ситуации превозобладало. И хочется действительно помогать неоднократно, если нужна помощь. То есть такое вот желание. В минувшую пятницу генеральный директор комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма поблагодарил волонтёров за поддержку, сочувствие и переживание. Вы нашли мужество, нашли желание. Поехали, поставили плечо, действительно помогли. И никакими словами это не передать. Спасибо вам огромное. Мариуполь – город металлургов и металлурги своих в беде не бросили. За искреннюю поддержку и помощь коллектив комбината «Запорожсталь» в своём видеообращении поблагодарил генеральный директор металлургического комбината «Азовсталь». Я хочу сказать, что ваш поступок, ваша помощь, ваши действия, что приехали 17 человек, молодёжи, которая участвовала сама в ликвидации последствий этого обстрела, показала всем нам, что металлурги компании «Метинвест» – одна семья. Что в коллективе «Запорожсталь» – правильный моральный климат. Мы разделяем человеческие ценности, одни и те же. За сочувствие и искреннее желание помочь металлургии «Азовстали» отблагодарили запорожских коллег специальной грамотой. При этом сами волонтёры говорят, главное, чтобы в стране наступил долгожданный мир и обстрелы городов прекратились. Металлургический комбинат «Запорожсталь» по итогам 2014 года перечислил в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда 400 миллионов гривен. Это на 34% выше суммы перечислений 2013 года. В эту сумму входят налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и в государственные целевые фонды. При этом отмечен рост на 8% налоговых отчислений в местный бюджет до 280 миллионов гривен. Таким образом, металлургический комбинат «Запорожсталь» является одним из крупнейших плательщиков налогов Украины и Запорожской области. Лечение на европейском уровне инфекционно-боксированное отделение 5-й детской больницы принимает маленьких пациентов в новых условиях. После реконструкции старыми здесь остались только стены. Выполнен не только масштабный ремонт, но и закуплено новейшее медоборудование. Жительница Донецка Татьяна Мирошниченко в Запорожье вместе с полуторагодовалым сыном переехала летом. В родном городе жить стало небезопасно, да и ребенку требовалось лечение. Первый раз в пятую детскую попали полгода назад. Когда снова пришлось ложиться в больницу, отделение не узнали. Отдельные палаты, все комфортно, тепло, очень все хорошо. В инфекционно-боксированном отделении сейчас лечатся три маленьких переселенца из Донбасса. Для детей и их родителей здесь созданы все условия не только для комфортного пребывания, но и эффективного лечения. Потому что поменялось здесь исключительно все. Начиная от стен, заканчивая потолком, полом, новой мебелью и оснащением отделения. Поэтому сравните условия пребывания матерей, условия работы сотрудников, это несравнимые понятия, это как эпоха до и после. Что было до, главный врач больницы вспоминает нехотя. Говорит, условия оставляли желать лучшего, а медицинское оборудование давно устарело. Но деваться некуда, обходились тем, что было. В городском бюджете средств, необходимых для реконструкции отделения, и уж тем более закупки нового оборудования за много лет так и не нашлось. За 25 лет у нас не было ремонта. Мы, конечно, очень благодарны за то, что комбинат «Запорожсталь» проникнулся нашей просьбой и помог нам отремонтировать, привести в порядок такое отделение. Оно очень важное для нашей больницы. Реконструкцию пятой детской курировал главный инженер предприятия Владимир Буряк. Работы важно было выполнить не только качественно, но и оперативно. Это отделение для больницы – одно из самых главных, поскольку лечатся здесь новорожденные. В результате реконструкцию провели за 4 месяца. И уже 12 января инфекционно-боксированное отделение принимает маленьких пациентов. Здесь мы поменяли полностью все коммуникации. Здесь установлена новая пожарная сигнализация. Здесь оборудованы 30 палат для мам и их детей. Здесь проходят лечение, дети от рождения до 3 лет. И сегодня мы видим те хорошие, прекрасные, я бы сказал, условия на высшем мировом уровне. Потому что на сегодняшний день дети – это наше самое главное, это будущее нашей страны. А в этой палате лежат частые пациенты отделения годовалые Полина и Захар. Их мамы эпоху до и после оценить успели. У нас ОРВИ было и бронхин. Сделали, конечно, хороший ремонт. Очень хорошую сделали кнопку вызова врача. Очень удобная. Сделали хорошие кровати, на которых намного удобнее спать. Для ребенка хорошая, удобная кровать. Ремонт сделали достаточно быстро. Очень удобно то, что кварц тоже. Просто вышел, включил кнопочку, подождал, пока вместе. Давно покварцовывается, и зашли. Сейчас инфекционно-боксированное отделение загружено на 100%. За месяц работы в новых условиях здесь пролечились уже более 200 детей. Кровь, которая спасает жизни, и безвозмездное донорство как один из способов помочь бойцам, раненым в зоне антитеррористической операции. На прошедшей неделе банк крови запорожских медучреждений существенно пополнился. Андрей Себа работает на комбинате «Запорожсталь» более 10 лет. Сегодня он в очередной раз пришел сдавать кровь. В здравпункте управления железнодорожного транспорта Андрея хорошо знают. Здесь он частый гость. Сколько раз сдавал кровь, уже даже не помнит, говорит около 30. Примерно не все раза я считал. Просто у меня все записаны, что я здесь сдавал. А еще до этого я в разных больницах сдавал. Точного подсчета не могу сказать. В управлении железнодорожного транспорта десятки доноров. Сдают кровь так же активно, как и работают. Да, у нас в коллективе много молодых парней, которые сдают кровь. И после этого все здоровые, бодрые, не болеют. Дни доноров на комбинате проходят регулярно 5 раз в год. Постоянно сюда приходит около 400 человек. В первый раз многие просто смотрят, а потом и сами становятся многократными донорами. В здравпункте, заметили все доноры, после сдачи крови выходят с хорошим настроением. Особо не делятся, но я думаю, что осознание того, что он кому-то помог, ощущение того, что ты помог, кому-то присутствует. Раньше запоршталевцы сдавали кровь в первую очередь для себя, на всякий случай. Теперь для бойцов антитеррористической операции. Напомним, летом комбинат помог и в обеспечении сохранности крови и препаратов на ее основе. Для областной клинической больницы закупили два холодильника для плазмы. Публичное акционерное общество «Запорожь Огнеупор» – надежный партнер, поставляющий своим клиентам, в частности комбинату «Запорожь Сталь», качественный и конкурентоспособный продукт. Это подтверждают высокие стандарты менеджмента качества, внедренные на предприятии. В 2014 году на «Огнеупоре» работали аудиторы авторитетной международной компании «ТУФ». В частности, эксперты детально проанализировали документацию, провели повторный сертификационный аудит основных производственных цехов, отделов и служб «Запорожь Огнеупора». Аудит охватил цех магнезиальных изделий, шамотный цех, цех высокоглиноземистых изделий, шамотообжиговый цех, производство огнеупорных бетонов и масс, производственно-диспетчерский отдел, управление материально-технического обеспечения и управление маркетинга. Результаты аудита подтвердили – требования стандарта ИСО 9001-2008 выполнены. Это прежде всего наше имя, это говорит уже о многом, потому что практически все покупатели, они запрашивают наличие сертификатов и подтверждение прохождения этих аудитов. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что для нас получение этого сертификата, это еще раз доказывает то, что нам в любом случае необходимо постоянно поддерживать все наши процессы на должном уровне, постоянно развиваться. При этом, по словам Виктора Бузько, Запорож огнеупор намерен совершенствовать принятые сегодня на предприятии высокие стандарты качества. Мы сейчас понимаем, что будет выходить в следующем году новый сертификат уже образца 2015 года, и по истечении срока нашего сертификата мы очередной раз будем проходить этот аудит. Прежде всего, да, это менеджмент качества и все процессы, которые связаны и влияют на наше качество. Километры проводов, сложнейшее электрооборудование и напряжение до 6000 вольт. За все это отвечает мастер электриков обжимного цеха комбината «Запорожсталь» Андрей Бондаренко. О своей работе может говорить часами. Экскурсию по цеху проведет не хуже профессионального экскурсовода. Для Андрея родной цех не просто производственный участок, а место вдохновения. Все свободное время «Запорожстальвец» посвящает увлечению детства – фотографии. Первые снимки на рабочем месте цифровые, а затем новое направление фотоискусствия – пенхол. Член фотоклуба с 2005 года, и не один раз слышал там споры, что лучше – пленка, цифра, Кэнон, Никон, какой объектив лучше. И все эти споры заканчивались выступлением метра. Поднимался и говорил, неважно, чем снимаешь. Снимать можно даже консервной банкой. Важно, кто снимает. Сегодня цифровые снимки для Андрея Бондаренко отошли на второй план. Камеры, которые сегодня использует фотограф, самые простые. Банка из-под кофе, крышка с небольшим отверстием и пленка – всего один кадр. Поставили на штатив. Экспонируем. Несмотря на кажущуюся простоту, многому пришлось учиться с ноля. Очень интересный эффект радости этого познания. Потому что пришлось очень много нового узнать. Я испортил довольно много пленки, а потом я понял, что это эффект Швардшильда. Я о нем не знал, а он не испортил столько фотографий. А что это за эффект? А это нелинейность, зависимость выдержки от отверстий относительно диафрагмы. Даже в относительно яркий день Андрей Бондаренко использует выдержку около 10 секунд. А значит, пейзажи и архитектурная съемка – самый удобный жанр для техники пинхол. Но Андрей Бондаренко экспериментирует и с портретами. Процесс съемок любит снимать на телефон для сравнения. Также Андрей фотографирует и нашу съемочную группу. Это процесс. А это уже результат. Как будет выглядеть фотография и получится ли вообще, Андрей Бондаренко может только догадываться. В среднем получается каждый третий снимок. В этом есть прелесть, радость ожидания. Когда проявляешь и ждешь, что же там получится. Закрепил, промыл, достаешь, а она прозрачная. Сейчас у Андрея Бондаренко более 300 работ в жанре пинхол. Посмотреть на них пока можно только в фейсбуке автора. Но выставка уже готовится. Летом в Запорожском фотоклубе планируется персональная экспозиция Андрея Бондаренко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...